Добрый день, мои уважаемые друзья! Вы меня просили поподробнее рассказать о льняной каше. И я хочу сказать, что с этой кашей я столкнулась не понаслышке. Я её очень хорошо знаю. И ещё я этой каше очень и очень благодарна. Льняная каша, она у меня была постоянно в рационе, ежедневно, один или два раза в день. Я эту кашку разводила или на завтрак, в основном на перекус в сочетании с яблочком или с каким-то любым другим фруктом. У каш из льняного семени очень много полезных свойств. Льняная каша, она очень хорошо очищает организм. Она обладает таким лёгким слабительным свойством и при ежедневном применении выводит излишнюю жидкость из организма и устраняет вот эту вот отечность, которая вот по утрам. А ещё каша обладает очень хорошим свойством. Она повышает иммунитет и улучшается состояние кожи и волос. Ну, конечно, это всё при условии, если кашу употреблять хотя бы один раз в день. Вот когда я в самый первый раз в своей жизни попробовала эту льняную кашу, я до сих пор помню вот это чувство такой приятной сытости. И на желудке было настолько легко и приятно. И эта сытость продолжалась очень долгое время. Почему я поняла, что жидкость выводится, это на самом деле льняная каша, она меня научила пить. Пить воду. Потому что раньше я воду вообще совсем не пила. Вот три кружки чая утром, днём и вечером. И всё. А именно, чтобы попить воды, я такого не делала. Вообще не пила. И уже на протяжении 10 лет я пью воду, прекрасно себя чувствую и нигде ничего у меня не отекает. И всё хорошо и прекрасно. И я хочу сказать, что вот лично у меня это всё благодаря льняной каше. Если желудочно-кишечный тракт страдает от неправильного и нерегулярного приёма пищи, а также от приёма всевозможных лекарств, именно в этом случае льняная каша – это великолепнейший вариант. Вот в процессе приготовления льняной каши получается такая льняная слизь. И вот эта слизь при попадании в желудок, она вот так как бы вот обволакивает его там изнутри, вот эти все стенки желудка. И не только желудка, ещё и пищевода. И таким образом снижается воспалительный процесс всего желудочно-кишечного тракта. И ещё снижается кислотность в желудке. И очень хорошо каша переваривается и усваивается. А при попадании в кишечник каша проявляет послабляющее свойство. И естественно улучшается пристальтика. Точно так же при сбрасывании веса льняная каша – это самый лучший помощник. Во-первых, это клетчатка. Во-вторых, все продукты – льняное семя, льняное масло, точно так же льняные каши – это рекордсмены по содержанию омега-3, 6 и 9. А ещё это очень низкая калорийность. А самая-то главная льняная каша содержит белок, который даёт хорошее насыщение. А это очень важно для роста мышечной ткани. И все мы очень хорошо знаем, что незаменимые кислоты омега-3, 6 и 9 – они приводят наш метаболезнь в порядок. А ещё льняная каша содержит большое количество витамин В и С. И ещё содержатся витамины А и Е. А это, как мы все знаем, очень хорошие антиоксиданты. Притом натуральные. А это очень важно для нас, для женщин. Так как это красивые волосы и состояние нашей кожи. Кстати, льняную кашу ещё можно использовать как маски. И наносить её на кожу, рук и лица. А ещё льняная каша имеет огромное достоинство. При сахарном диабете это самый первый продукт питания. А всё дело в том, что у льняной каши есть такая способность – она понижает сахар в крови, особенно если в сочетании с топинамбуром. Калорийность льняной каши – 312 ккал на 100 г сухого продукта. Но когда я её развожу, то я беру всего лишь 2 чайные ложки. А в одной чайной ложечке где-то 10 г каши. То есть получается, что по калориям это совсем немного. Но сытость она даёт очень хорошую. А вот тем людям, которые страдают панкреатитом, желчнокаменной болезнью, калиты, сначала нужно проконсультироваться с врачом, прежде чем кушать льняную кашу. Это обязательно. Производителей льняных каш очень и очень много. И каши, конечно же, отличаются друг от друга. Но я для себя сделала выбор. Я остановилась на кашах Альфа и Каша Плеза. Они для меня самые-самые. И я хочу сказать, что между собой они абсолютно похожи. Почему я знаю эти каши Альфа и Плеза? Потому что я сама работала с этими производителями. И эта каша была у меня всегда в продаже. И эта каша Альфа и Плеза, она очень хорошо пользовалась спросом у покупателей. Я не говорю, что все подряд её шли и покупали. Нет, но те, кто люди знали, постоянно покупали эту кашу. И всегда она была у нас вот на самом видном месте. И эта каша постоянно была у меня в рационе, ежедневно. Сейчас я тоже её кушаю, но уже реже. Хотя нужно её включать в рацион ежедневно. Если зайти на сайт Альфа или Плеза, там выбор каш, конечно, очень огромный. И при том там вариантов очень много. Есть натуральные каши, есть каши с овощами, есть с грибами, есть с клубникой, с вишней, с черникой, с тыквой. Вариантов очень много. В Ейске я у нас видела только кашу натуральную в семейных магнитах. И стоит она 153 рубля, баночка каши здесь у нас в Ейске. Этой кашей очень легко, просто и удобно пользоваться. Она вот всегда у меня под рукой. Не требует какого-то особого хранения. И развести её очень просто. И сейчас я покажу. Светлана, вы меня просили показать, как я развожу льняную кашу на кефире. Сейчас я открою кефир. Вот этот кефир, который я привезла со Ставропольского края. Очень он нам понравился. Он такой густой, термостатный. Вот его нужно хоть ложкой режь. Вернее, ножом. Только лишь ложкой доставать его, иначе никак не получается. Он такой плотный, хотя он однопроцентный, вот этот кефир. Попробую выдавить немножко. Вот такой густой, хороший кефир. Термостатный всегда такой. Достаточно. И сейчас я открою льняную кашу. Буквально две ложечки льняной каши. И все вот так вот размешиваю тщательно до образования однородной массы. И вот такая получается кашка-вкусняшка. Такую кашку льняную можно разводить не только в кефире. Очень хорошо с ряженкой, с йогуртом, со снежком. Ну, это уже кто любит более вкусное, более сладкое. Вот так вот получается. Очень сытно и очень вкусно. Можно добавить изюмчик сверху. Либо курагу, или черный слив, или какие-то другие там ягоды. Или даже фрукты порезать можно. Хоть что. Вариантов очень много. Вот так получается. Такая льняная кашка. И еще раз я хочу сказать, что у нас есть льняная каша. Вот в таких круглых банках продается в семейном магните. Только там я ее видела. Вот именно в круглых банках. Ну, а в крупных городах такие каши продают в магазине Ашан. Прошло буквально минута, и как загустела льняная каша на кефире. Вот она какая стала густая-густая. И сейчас я еще хочу показать так же, как я развожу, только в воде. Вот здесь в миске у меня налита вода комнатной температуры. Я добавляю также две ложечки, чайные ложечки, это у меня льняной каши. И сначала все это развожу в холодной водичке. Вот она уже хорошо размешалась, никаких комочков абсолютно нет. И теперь я добавляю кипяток. Ну, постоит минуточку, и кашка будет густая. Отличный натуральный продукт, не требующий варки. Всегда под рукой. Натуральный и очень вкусный продукт. И в нашем семейном магните вот такая каша стоит 153 рубля. Льняная каша постояла минуту, и она вот так уже загустела. На воде она получается жиже. На кефире всегда получается гуще. Вот она какая густая. Она как настоящая каша. Ну, а кто любит, если кашу погуще, пожалуйста, можно добавить побольше льняной каши сухой. А я вот такую, например, люблю. Не сильно густую. Это уже все дело вкуса. Кому как нравится. Льняная кашка на воде в сочетании с яблочком. Отличный завтрак. Отличный перекус или полдник. Здравствуйте. Да. Пришел в гости. У меня рукает, просится пустить от меня. Да-да-да. И ночевать. Сегодня у нас 9 декабря. Первая декада декабря уже подходит к концу. Сегодня солнышка нет. У нас пасмурная погода. Но на улице очень светло, тихо и хорошо. Птички чирикают. Какие звонкие у них голоса. Сегодня температура ночью была плюс 6, а днем плюс 9 градусов тепла. Вот так выглядит наш двор в декабре месяце. Новые молодые листочки отрастают. И даже вот еще один цветочек нас радует своим цветением. Где-то я давно не вижу Елизавету нашу. Спряталась где-то. Спряталась она. Сема вот... Да, Сема вот разгуливает. Какой он стал. Поправился. Сема, где Лиза? А? Они никак не дружат с ней вместе. Всегда ссорятся. Вот такие грибочки классные. Выросли у нас. А я вам желаю всего всем самого доброго. А еще вам всем крепкого здоровья. Завтра увидимся. До скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok